Аккуратные штрихи карандашом и на белом листе появляется портрет. Два месяца назад Катя впервые увидела игроков «Стальных лис» и влюбилась не только в хоккей, но и в нападающего Константина Соколова. Когда узнала о приезде хоккеиста в детский дом, решила нарисовать для Кости портрет. Нет, фотографий нет. Где они большие, где они вместе. Ну нет, я как-то сама его нарисовала. Ну и недолго, нормально так. Старалась, конечно. И вот долгожданный момент. «Стальные лисы» прибыли в детский дом вместе с чемпионским кубком. Ребята в ответ подготовили для хоккеистов праздничную программу. А Катя, наконец, получила возможность вручить свой подарок. Я дарю тебе портрет, который нарисовала сама. Желаю спортивных побед. Спасибо большое. Какое дело нам с тобой, на синьи попни в шиши. От увиденных танцев, песен и поздравлений растрогались не только воспитатели, но и сами хоккеисты. Очень трогательно, очень приятно. Поприсутствовать здесь, прийти к вам, принести кубок, который я обещал. Большое спасибо за такой теплый прием. Песня, танцы. Я даже волнуюсь, разломался. Мурашки пробежали, похоже, когда все это видео слышал. Достаточно приятно посетить детский дом. Принести, я так думаю, что какие-то положительные эмоции детям. Самим как-то более развеяться. Но как-то просто жалко, что у них родителей, у кого-то нет. Даже не объяснить это обидно очень сильно. После торжественной части хоккеисты вручили детям привезенные в подарок мороженое. Сделали фото на память и разошлись по семьям на чаепитие. Катя и Константин Соколов вновь оказались вместе, за одним столом. Очень приятно. Не ожидал, что так будет. Как бы слышал, что обязан сюда приехать, что девочка нарисовала портрет мой. Я был обязан приехать сюда. Не мог сюда не приехать. Встреча хоккеистов и воспитанников детского дома уже традиция. А потому не за горами следующая встреча. Елена Старостина, Анна Кулакова, Иван Маркин, ТНТ «Магнитогорск». Иван Маркин, ТНТ «Магнитогорск».